Схватка сложилась драматичным образом и на последних секундах чуть было не упустил победу. Что можешь сказать на этот счет? Я примерно так и предполагал, и с большим счетом, потому что в связи с пандемией мы очень много не уступали в нашу следующую финальную схватку. Это мой практически второй старт. Да, тяжело пошла в соревнованиях. Приветствую, участие. Борец с красным триконом. С весом тоже чуть-чуть проблемы есть. Мы любим покушать. Но в силу времени мы подготовимся и все нормально будет. Ты не боролся на чемпионате России. Расскажи, почему так получилось? Да, перед чемпионатом России готовились. И заболел коронавирусом. Да, вот именно из-за этого пришлось пропустить чемпионат. И именно вот эта болезнь тоже очень многое дает о себе знать. Тяжело бороться пока что. Пока что полностью не восстановился. А расскажи, что ты задыхаешься? Да, какая-то вот слабость бывает. И после первого периода особенно тяжело бывает почему-то. Не знаю, вроде тренируемся, но тяжело дается пока. Сейчас у тебя уже анти дела, все. Да, да. Да, слава богу, вылечился. Хочется, перед прошлым форниром Гран-при Москвы тебя готовил Влад Балиев. И у тебя неплохо получалось самозврат, но правда в финале ты проиграл. Здесь тебя готовил Ильяс Бекбулатов и ты победил. Можно ли сказать, что Бекбулатов для тебя более фортовый? Я не скажу, что Влад Балев он плохой или тот хороший. Просто чуть-чуть над ошибками тоже работали. Но соперник был 32 года. Как получилось? Ну Ильяс, конечно, мы с Ильясом работали, чем-то делились. У него я всегда, когда с ним работаю, спрашиваю, что-то я делаю. Он помогает. Спасибо ему. А как получилось, что ты с Ильясом Бекбулатовым готовился к этим соревнованиям? Ильяс приехал поддержать своих земляков. Как-то забравило, по-моему, да. Приехал просто потренироваться. Зашел в зал и оказались вместе. Не по-братски подобрал твой угол? Поработали. Помог подогнать вес. Двукратный призер чемпионатов Европы.